Привет, друзья! Вы на канале Форнакс Филм. Сегодня нас ждет демонтаж печки трехлетки, которая просто превратилась в труху. Меняем ее на новую современную печку и смотрим, что стало с дымоходом. Уверен, комментарии тут излишни. Печь явно прожила короткую, но яркую, скорее даже жаркую жизнь. Судя по цвету зонтика, ему тоже досталось. В том, что дымоход скорее мертв, чем жив, практически нет сомнений. На нижней все. Труба упустилась. Да ну нет, это на выброс уже. Ну, приятная неожиданность. Ну да, Соник, а что? Первый раз на демонтаже вижу. Деревянные конструкции кровли были защищены. Ну вот, друзья, дымоход выше устроя. Обратите внимание, плохой признак то, что монтажная площадка, вот эта вот, да, часть сэндвича, он внешне, его сторона уже в цветах побежалости. Значит, нагрев был довольно серьезной температуры, но от наполнения от ваты тут, считай, ничего не осталось. Вся рыжая, вся рыхлая. Труба ходила, вылезла сама собой. Но вот это прям беда. Это означает, уже сотни градусов на ней были. Благо, что довольно неплохо сделан был предыдущий монтаж. И вот хозяину повезло. Говорят, что десять лет дымоходу. Ну вот тоже. Входит и выходит. Здравствуйте. 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 Это сразу? Франкенштейн. Вот, наверное, за три года, за три с половиной сгорело. На момент выхода ролика печку уже сдали в утиль. А вот часть дымохода оставили. На память. Внешняя стенка здорового сэндвича. Внешняя стенка сэндвича курильщика. Друзья, ну вот это вообще просто жесть жестяная. Смотрите, да, что у нас приключилось с трубой. Явно в ней был пожар. И, к счастью, это не привело к возгоранию всей бани. Тем не менее, каким-то чудесным образом печка продолжала работать. И дымоход худо-бедно тоже отводил дымовые газы. Ну, это, конечно, это беда. Сегодня поставим новый классный дымоход. Труба походит еще. Причем, уже сколько-то ты делал в этом году? Ну, сегодня 8 монтажей, и вот так вот труба вот свеживалась. Антон Михайлович, а что делать, чтобы вот такого не было у нас с трубой? Во-первых, надо вставить заслонки по высоких дымоходах, чтобы регулировать тягу. Во-вторых, нужно использовать дымоход толщиной не менее 0,8, а лучше миллиметр. Тогда такие искривления дымохода будут минимальны. Ну, и топить в меру. Самое главное, наверное. А еще бывает, при больших узлах проходы перекрытия, их полностью сбивают ватой. Это тоже влияет. Ну да, она перегревается, да, в этом месте. Надо только вот первые там 10-15 сантиметров, чтобы тепло не уходило, а все остальное. Прокаливаем печечку, чтобы в парной уже не было никакого дыма, никаких посторонних запахов. Подобновили потолочную разделку, заменили фланец. И поставили печку. Отлично встала. Сейчас заменим дымоход на новый и будем делать первую протопку. Разгонный участок дымохода теперь метровая монотруба, на которую потом можно установить сетку и заполнить ее камнями. Монтируем новый дымоход, используя короб из супер-изова, оставшийся от предыдущего монтажа, и кровельный проход. Кстати, на нашем канале есть много видео, в которых мы не раз рассказывали о том, как проходить кровлю. И сделать это надежно и красиво. Так что, скорее подписывайтесь на канал. Вот и сейчас у нас получилось и красиво, и надежно. Ну вот, получилось примерно вот так. Сейчас еще захомутаем. И пленочку с фланца уберем. Ишь ты, красота! Ишь ты, красота! Вот, друзья, все работы мы завершили. Сначала демонтировали старую печку, которая прослужила, оказывается, всего три года. За три года ее смогли так убить. И я уверен, вы знаете, почему так произошло. Неправильно эксплуатировали печь. А косвенное доказательство этому ужасное состояние дымохода. В нем горел огонь. Ну, мы заменили старую неисправную печь. Установили новый комплект дымохода. Сначала поставили метровую стартовую трубу, затем шибер, старт сэндвич. И вышли четырьмя с половинами метрами дымохода через перекрытие в чердаке и через кровлю. Кровельный проход был в хорошем состоянии. Мы его оставили. Единственное, что заново просиликонили и заменили обычные саморезы на кровельные. И, конечно, в этой бане появилось новое сердце. Это отличная печь ТМФ Гейзер и Нокс. Эта печь, комплект дымохода и все материалы для монтажа были приобретены в магазине Форнакс. Кстати, там же вы можете оставить заявку на монтаж. В общем, ждем вас в гости в Новосибирске, в розничных магазинах сети Форнакс и на сайте форнакс.ру. Легкого всем пара. Счастливо!